Как республика осваивает средства Дорожного фонда, обсудили сегодня члены правительства. В этом году его объем превысил 5 миллиардов рублей. Сейчас в большинстве муниципалитетов продолжается ремонт дорог и дворовых территорий. Но не везде работы идут по графику. Два объекта уже попали в перечень проблемных. Подробности в следующем материале. Дорожный фонд Республики освоен больше, чем наполовину. Львиную долю в этом году направили на ремонт дорог в муниципалитетах. Немало и других расходов. На ремонт и содержание автомобильных дорог уже направлено 65%, что составляет 2 миллиарда 185 миллионов рублей. На организацию обеспечения безопасности дорожного движения потрачено около 70% 80 миллионов рублей из 115 миллионов рублей. Серьезные суммы из дорожного фонда направляются на поддержание в рабочем состоянии автомобильных дорог регионального межмуниципального значения. Общее освоение бюджета составляет на данный момент 72%. Если республика свои обязательства выполняет, то в муниципалитетах платежная дисциплина хромает. В региональном Минтрансе отмечают, что дорожные фонды районов пополняются с трудом. Регион на софинансирование тоже не может направлять свои средства. И практически половина районов к нам обращаются с этой проблемой. О том, что средств дорожных фондов местных не хватает. Соответственно, в ручном режиме приходится решать этот вопрос. Они должны планировать свои доходы, которые они направят на дорожную стоимость, не только от дорожного фонда. Когда они просят дополнительные объекты. Будем в таком вопросе отработать. С районами отработать. И прежде чем, условно говоря, ставить им объекты, надо оценивать их возможности после финансирования. Проблемные объекты должны быть сданы не позже, чем через две недели. С отставанием от графика ведется ремонт дорог в Маргаушах и Новочебоксарске. Глава администрации города Спутника говорит, что работы по улице Советской в самом разгаре. В настоящее время работы выполнены на 65%. При условии сухой погоды и выданном им разрешении работать в ночное время с усиленным освещением, с прожекторами, доработано ежедневным контролем. Возникают проблемы и в столице. Глава администрации Чебоксар говорит, что подрядчикам часто предоставляют некачественные проекты. Перекрестках тоже отстаем от плана. Также в связи с тем, что в ходе выполнения работ появляются новые сети, неуказанные документации по городу. Приходится на местах корректировать проект. Это занимает очень много времени. В целом до конца года в ноябре планируем работу выполнить. Пока неосвоенными остаются деньги, выделяемые на ремонт дворов. Это связано с тем, что муниципалитеты поздно провели торги и в основном подрядчики были определены в августе месяца. В Минтрансе говорят, что темпы ремонта трассы дворов удастся нарастить. Ведь поставленную задачу освоить дорожный фонд на 100% до конца года никто не отменял. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.